Когда вам нежить заважает, Эвказолин помогает. Тебе-то какое дело? Димка, мне просто обидно. Ты мой брат, мне не все равно. Жень, не лезь ко мне. А брат-то как научился? Нет, говорит, это тебе мам показалось. Он не виноват, мам. От родной матери. Такое скрывать. Полицкие, да. Уже завелась вся. Дочка любимая погибла. Кость, выйди, пожалуйста. Нам с мамой нужно поговорить. Мам, скажи, наконец, чего ты хочешь? Да, малыш, совсем скоро. А чем ты сильно занимался весь день? Алло. 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 Артем. Алло. Михаил, извините, у Артема болит голова. Ему нужно отдохнуть. Я понял. Хорошо, Свет. Я вечером позвоню. Здорово. Как жизнь молодая. И тебе не хворай, Степ. Чай будешь, у меня кофе нет, не пью. Нет, не хочу. Я вот что. Слушай, только пойми меня правильно. Ты как вообще съезжать отсюда планируешь? Вроде как месяц назад должен был. А у меня покупатель нашелся. Прости, Степ. Все затянулось немного. Через пару дней съеду. Ты посчитай, сколько тебе должен. Да ладно, сочтемся. Не чужие же. Странный ты все-таки, Мишань, человек. Скрытный. Работа у тебя хорошая. Костюмы вон. Шеф твой скоро мэром станет. А ты квартиру продал. Живешь тут у меня. Ну, зачем тебе в таких условиях существовать? Мультипликатор щентья. Мультипликатор двор. Не понял. Это на латыни. Умножающее знание умножает печаль. Чего? Ну, меньше знаешь, кривче спишь, Степ. Не нужно себе в это вникать. Скоро съеду. А что ты так нервничаешь-то? Да потому что. Ты меня всю жизнь не любила. Костю еще хоть как-то, а меня ведь вообще не любила. И никогда не скрывала этого. А сейчас, друг, ты приезжаешь сюда и устраиваешь все это представление. Я с тобой всю ночь тут сижу, а ты сказать не можешь. Просто скажи, чего ты хочешь. Как чего я хочу? Ты, ну, хорошо устроилась. Живешь в богатом доме. А мы с Костей. Ну, он-то хоть в столице. А я? Вообще. Хорошо. Если дело в этом, я буду пересылать тебе деньги. Каждый месяц. Я неплохо зарабатываю. Это вам мало, доча. Я тоже хочу хорошо жить. Я думаю, ты заслужила, а? Мне б денег. Магазинчик там свой открыть. Или парикмахерскую. А лучше... А лучше дом купить. Не такого, как у меня сейчас, а. В Васильевске, кстати, продается. Для твоей новой богатенькой семейки. Это ж сущие копейки. Мама, ты все неправильно понимаешь. У меня нет таких денег. Для матери родную не найдешь, что ли? А что, если не найду? Ты же не хочешь? Чтоб я пошла в полицию. Ух... Ох... Я собрал вас сегодня по двум важным вопросам. Первый – это полное восстановление меня в правах управляющего компанией. Следствие окончено, все обвинения с меня сняты, поэтому кто за, я прошу поднять руки. Благодарю. И второй вопрос касательно коттеджного городка Васильевский. Ни для кого не секрет, что я был категорически против этой стройки. Мой отец никогда бы не позволил вести такое строительство, но воспользовавшись тем, что со мной произошло, и заметьте, без согласования с советом директоров, стройка все равно была запущена. Я лично ездил в Васильевск и разговаривал с администрацией города. И выяснилось, что документы на землеотвод были просто подделаны. И то, что наша компания имеет опосредованное отношение к этой стройке, все равно влечет за собой серьезные репутационные риски. Поэтому я требую остановить стройку господина Парфенова отстранить от управления компанией. Очевидно, что человек просто действует в своих личных интересах. Добрый день. Во-первых, хочу извиниться за опоздание, тяжелый период выбора на носу, сами понимаете. Во-вторых, хочу прояснить ситуацию. Я совсем не понимаю, что это за документы, которые предъявил Вам Алексей. Ну, возможно, его самого ввели в заблуждение. Я обязательно все проверю. Но вчера я лично подписал разрешение на строительство коттеджного городка у главы комиссии землеустройства в Васильевске. Документы в полном порядке. Вы все их можете посмотреть, это оригиналы. Но стройку Вы начали раньше, это серьезное нарушение. Да, Владимир Александрович, стройку мы начали раньше. Я понимаю, это не всем нравится. Мне, если честно, тоже. Но мне так же совсем не нравится, как сейчас идут дела в компании. Вы все прекрасно знаете, куда нас приводят проекты. Ладно, не хочу сейчас тыкать пальцем. Единственный вариант выхода из кризиса – запустить этот проект. Так мы спасем стрелстрой. Я это понимал. Взял риск на себя. И несу за это полную ответственность. Очень красивые слова. Вы репетировали дома? Но только все это фальшивка. Я лично говорил с председателем комиссии. Это какая-то ошибка. Передача земли заповедника под строительство коттеджного городка уже зарегистрирована в реестре. Вы можете это проверить прямо сейчас. Да, все так, как сказал Игорь Валентинович. Вот, можете проверить сами. Кость, побудь с ней дома, пожалуйста. Да, вот делать мне больше нечего. У меня занятия с Викой вообще-то сегодня. Ну, скажи, что заболел. Не знаю. Кость, это важно. Правда. Если она пойдет в полицию, я сегодня найду деньги и мы отправим ее домой. Ладно? Ладно. Считай, что ты легко отделался, щенок. Если ты еще когда-то позволишь себе мне угрожать… Скажи, что меня ты… Закрой свой рот. Понял? Я все про тебя знаю. Про тебя и Кристину. И ты мне за все ответишь. И поверь, я добьюсь того, чтоб компания была… Чего ты добьешься? Ну, чего ты можешь добиться? Про Кристину он узнал, детектив Хренов. Ты понимаешь, что ты против меня никто. Ты только собрался ехать в Васильевск, только подумал об этом. А мне уже об этом было известно. Об этом никто не знал. Никто? Да, и еще. Если ты захочешь что-то рассказать Вере, давай. Я это решу, не сомневайся. А вот справится ли она, после всего, через что ей пришлось пройти? Я бы на твоем месте поберег, мать. Чтобы спроситьubле, красиво! Великая体, бес ignored иск surrounds себя, fires! Веру руку! Веру, вы已 работу горю. Вернусь во всем еще раз! Веру. Систем. Вернуванис. Веру, а я. Буду мало... Вернувась в дочке. Абонент не может принять ваш звонок. Набери мне, пожалуйста, это срочно. Вы в порядке? Может, воды? Где Марина? Я не знаю. Она выходной взяла, у нее что-то случилось. Найти? Не надо, я сам. Это подтверждение оплаты. Клиент уже все получил. Это хорошо. С вами приятно иметь дело. С вами тоже. Следующая партия нужна им оперативно. Сможете завтра отправиться? Объем в три раза больше, ну и деньги по факту поставки. Я думаю, что это не проблема. Вы сегодня очень красивые. Спасибо. А ты чего целый день дома сидишь? Что, дела никаких нет? Нет. Марта попросила, чтобы ты меня карауливал? Такая у тебя сестра. Всю жизнь только о себе заботится. Взгоняй за пивом, раз уж мне никуда нельзя. Продолжается борьба за креслом мэра столицы. Бизнесмен Игорь Парфенов значительно укрепил лидерство в предвыборной гонке. Об этом свидетельствуют данные недавно проведенных исследований. За него готовы проголосовать 34,04% избирателей. Что-то мне сегодня грустно без наших уроков. Может, я учитель по призванию? Или, может, дело в тебе? Привет. Привет. Почему не на работе? Этот вопрос я могу тебе задать? Где ты провела эту ночь? Не спрашиваю. Примерно представляю. Дим, прекрати, не до этого сейчас. А тебе всегда не до этого. Дим, мать моя приехала. Нашла мне и требует денег за молчание. Ты слышишь вообще? Слышу. Тебя нашла твоя мать и требует денег за молчание. Эту проблему надо решить. А почему ты решила, что я должен решать эту проблему? Ну, тебя это тоже касается. И потом мне некому больше идти. Я тебя вчера очень ждал. Ждал, чтобы ты приехала. Это было для меня очень важно. Я тебя просил. У меня вчера не получилось. У меня встреча в это время была. А знаешь что? Давай ты у этой своей встречи помощи попросишь. Дим, тебе это тоже нужно. Мне нужно совсем другое. И давно. Только этого ты мне дать не можешь. Правда? Дим, у нас с тобой есть четкие договоренности. И я сделала все, что обещала. И ты мне должен. Где Марина? Простите, но я ее не видела. Дим, привет. Где Марина? Мне надо срочно с ней поговорить. Срочно, да? Соскучился? Ты что, несешь, дурак, что ли? Я, может, и дурак, конечно. Но очевидные вещи вижу. Между нами ничего нет и быть не может. Ты и сам умеешь разрушить все, к чему прикасаешься. Вы что? Да вы с ума сошли. Что происходит? Ма, я клянусь, между мной и Мариной ничего нет. Я знаю. Ты мой сын, ты не мог так поступить? Алеша. Ну что ты? Ну что ты, мой хороший. Ма. Все рухнуло, понимаешь? Моя семья. Мой проект. Я им жил. Все уничтожил. В компанию. В память об отце. Я не понимаю, как ты этого не видишь. Алеша. Мне кажется, тебе нужна помощь. Я... Я очень боюсь, что как тогда? Давай позвони врачу. Все хорошо. Все нормально. Не надо, Май. Все хорошо. Приступов уже нет. Я все контролирую. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, пора нам с тобой поговорить, да? Только давай мы с тобой сразу договоримся. Времени на игры у меня нет, у тебя значит тоже. Что ты знаешь? Ну, я это, ну, я случайно узнал, что в нашем заповеднике в советские времена литий нашли. Но об этом мало кто помнит. Что ж? Ну, я присмотрелся, подумал и понял, зачем мы там стройку затеяли, чтобы под ее прикрытием этот литий вывозить незаметно. Ясно. Толковый ты парень. А от кого услышал? Ну, что там литий нашли? Да мы с Юркой, директором заповедника, как-то забухали. Он и проговорился. Клянусь, я никому ничего не скажу. Я даже не знал, что это вы. Я думал, какие-то левые люди. Я все деньги отдам, я все отработаю. Ну, я же могу на вас даже работать, я... Честное слово, ну, вам же нужны там свои... Конечно, нужны. Ну, ладно, ты не волнуйся. Все будет хорошо. Ну, выпустите меня. Эй! Выпустите! А ну, тихо там. Займись этим. А после выборов надо будет все решать из директора заповедника. Мало ли, что насчет там, кого наболтал. Никита, возьми трубку. Никита, возьми трубку. Вон он, подрезай слева, не давай пройти. Потому что все, потеря. Вау-вау-вау. Какие люди. Я буду участвовать в гонке. Да ладно. А что это ты передумал? Тебе какая разница? Да, собственно, никакой. ГОВОРИТ ПО-НЕМАНТИЕ ГОВОРИТ ПО-НЕМАНТИЕ Игорь Валентинович, по завтрашним дебатам никаких неожиданностей не будет. Я уверена. Сто процентов. Мы завтра этого Лукина просто порвем. Да, Андрей? Деньги уже пришли? Отлично. Не вопрос. Позвони Грише, скажи, пусть все готовит к отправке. Да, держи в курсе. И знаешь что? Пригласи Валерию на завтрашние дебаты. Заодно отпразднуем победу. Но пока. Я не помешаю? Нет, конечно. Я... Я хотела извиниться за то, что сегодня произошло. И сказать, что Дима, он все не так понял. У него нет никаких оснований для таких слов. И вообще, вы знаете, что у нас с Димой все не очень просто. И мне правда очень жаль, что из-за меня он поссорился с братом. Но я хочу, чтобы вы знали, что Алексей, он всегда вел себя как порядочный и честный человек. И он бы никогда... Мариночка, у Алеши сейчас очень сложный период. С Димой всегда было непросто, а теперь и подавно. Я тебя ни в чем не виню. Мне очень жаль, что у вас с Димой ничего не получилось, но... Ну, собственно, у нас у всех ничего не получилось. Что, простите? Нет, ничего. Прости меня. Я пойду, хорошо? Дэн, а что ты думаешь об этих уличных гонках? Гонщики-смертники. Ты серьезно? Совсем без мозгов, что ли? Похоже на то. Повтори, бро! Привет. Привет. Что там, мать? Нормально. Все сидит, смотрит что-то по телевизору. Ясно. Но ты следи пока за ней, я завтра приду. Марта, мне еще сколько здесь торчать, а? Нафиг я вообще во все это ввязался? Кость, ты реально не понимаешь, как все серьезно? А если я не понимаю? У меня своей жизни нет, да? Март, я уже взрослый, я хочу сам решать. Но если взрослый, то и поступай как взрослый. Мать нельзя сейчас оставлять одну. Знаешь, ты права. Здесь нам делать нечего. Давай уедем, Эн. Я знаю, куда. Ты права. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок ДимаTorzok 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 попасть в охотничий дом твоего отца и забрать оттуда Романа. Без твоей помощи мы не сможем этого сделать. Ты что, на полном серьезе думаешь, что я могу помочь похитить человека, который может навредить моему отцу, чтобы этот мог посадить его в тюрьму? Ты с ума сошла? Я этого делать не буду. Дим, послушай. Нет, это ты послушай. Да, у меня с моим отцом все сложно, но это моя семья. Ты хоть понимаешь, что это слово значит? Я в этом участвовать не собираюсь. Это все идиотская выдумка. Если ты не сделаешь то, о чем я тебя прошу, я пойду в полицию и сознаюсь во всем. А заодно расскажу, что произошло в машине. И как именно погибли остальные пассажиры. Мне терять нечего. Если меня нашла моя мать, рано или поздно увидит еще кто-то. А я не хочу всю жизнь скрываться. Я хочу вернуть себе свою жизнь. А он поможет мне это сделать. Взамен я должна помочь ему. Но ведь это мой отец. Как ты вообще могла? Если с ним ничего не случится, ты и сам знаешь, он выкрутится. Даже если Роман даст какие-то показания относительно этой стройки, это всего лишь стройка. Ну и что? Ну провалится какой-то его бизнес. Ну будет скандал. Для него это не впервые. Никита получит свое продвижение по службе. Или для чего это все ему нужно? А я? Я смогу нормально жить. Помоги мне. Пожалуйста. Ну ты даешь. Он все сделает. А потом навсегда возненавидит меня, когда узнает правду. Здравствуйте, мои хорошие. Ма, привет. Я хотел предупредить, мы с детьми едем в наш дом на море. Скорее всего до конца лета. Так внезапно. А почему вы не заехали, не попрощались? Бабуля, привет. И пока. Ма, ну... Так вышло. Зато у тебя теперь есть повод приехать к нам. Подышать морским воздухом. Ну, может быть так лучше. Что, мам? А я говорю, что подумаю. Езжай аккуратно. Набери, когда доберетесь, ладно? Вы с Лешей говорили? Да, с Лешей. Он уехал? Да, уехал. Вот и проблема решилась. Правда? Доброе утро. Доброе. Все в порядке? Выглядишь расстроенной? Ну, не бери в голову. Скоро все встанет на свои места. Ты в последнее время какая-то очень загадочная. Где папа? Готовится. Игорь Валентинович, не уходите от неприятных вопросов. Наоборот, старайтесь обстоятельно и подробно на них отвечать. Да, в общем, в вашем стиле. Хорошо, хорошо. Не волнуйтесь. Мы все отлично подготовились. Все будет в порядке. Я что-то волнуюсь. Не волнуйся, я все продумал. Встречаемся на месте. Я не слышал, как ты ушел. Где был? За продуктами ходил. Ого, дорогой. Спасибо, сын. Ты это, поесть приготовь пока что-нибудь, а я пойду полечусь, а то голова болит. Спасибо, нет. Проблема решилась. Отправлена. Груз в пути. Увидимся вечером? Обязательно. Он скоро за все ответит, папа. Я обещаю. Старт в полночь. Нам нужно сделать все сегодня, во время дебатов. Сегодня? Охрана и... Ну, скажешь, что это распоряжение твоего отца. Пока они поймут, что к чему, мы уже отвезем Романа в полицию. Я больше ни о чем никогда тебя не попрошу. Ты знаешь, я был бы счастлив, если бы ты попросил у меня о чем угодно. И я бы сделал все для тебя. Ты это знаешь. Но это... Прости, у меня нет другого выхода. Что значит, нет другого выхода? Послушай, Март. Давай все бросим, мы уедем. Прямо сейчас. У тебя есть документы. Возьмем твою кость, если захочешь. Я знаю. Я понимаю, что ты меня не любишь. Сейчас не любишь. Но однажды, я надеюсь, ты поймешь. Я сделаю для тебя все, что ты хочешь. Мне ничего не нужно, кроме тебя. Кроме того, чтобы ты была счастлива. Я люблю тебя. Слышишь? В настоящем. Так как никогда не думал, что смогу. Давай уедем. Прошу тебя. Прости. Я не могу всю жизнь убегать. Я буду ждать тебя внизу. Нам нужно ехать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok